Степь Степь, как территория, лишенная лесов, деревьев, имеет очень мало убежищ для животных. И поэтому млекопитающие зарываются в землю, живут в норах. В норах они и избегают изнуряющей жары. И, конечно, самым крупным, самым знаменитым обитателем степных нор служит сурок Байбак. Часто говорят, спит как Байбак. И не зря, потому что Байбак, животное зимоспящее. Да не только зима, но и лето спящее. И сигналом к залеганию в спячку для сурка, как правило, является исчезновение влаги в растениях, которыми он питается. Это сигнал для того, что пора ложиться спать. И может даже летняя спячка, вот как раз сухой, июльский, августовский зной, перейти в зимнюю. А если осень влажная, если есть дожди и появляется зеленая трава, то сурки выходят и кормятся осенью, а потом уже залегают в спячку зимой. Сурки крупные животные. Они могут весить 6-8 килограмм, живут большими колониями, но не выносят высокой травы. И поэтому там, где пасется много скота, а ведь раньше в степи паслись громадные стада лошадей, торпанов, сайгаков, многих других копытных животных, и степь была всегда пастбищной экосистемой в дикой природе, и там вольготно чувствовали себя сурки. А вот когда снимается пастбищная нагрузка, появляется высокая трава, сурки не могут видеть друг друга, а им очень важно визуально друг друга видеть и сигнализировать друг другу. Они свистят очень интересно и имеют, наверное, какой-то свой сурчинный язык. Так вот, сейчас, когда пастбищное животноводство в общем в упадке, и значительно сократилась область обитания сурков. К счастью, в нашей области, в центральной и северной части области сурок пока многочислен. Более того, по численности он примерно сравнялся с зайцем-русаком.